Ребят, всем большой привет от меня в Коплее. Сейчас, я расскажу. Сзади меня зал, где тренируется наш чемпион Рот Гассиев, Геннадий Головкин. Золото под ногами. Я не знаю, будет видно или нет, но так весь пляж. Че, план какой? Утро, солнечные процедуры, завтрак и сейчас выдвигаемся в Big Bear Lake. Городок находится в горах, там находится большое красивое озеро, где тренируется, собственно, наш друг Геннадий Головкин. Геннадий Головкин, обладатель четырех поясов. Я так понимаю, вроде это по всем версиям Федерации бокса. Также он является серебряным призером Олимпиады. Сегодня тренировка будет бокса. Но перед этим нам нужно проделать двухчасовой путь. Пальцам для моих ушей. Здесь еще кнопочка оказалась, паник, паника. На ключе у машины есть кнопка паника. Я думаю, что здесь такое высвеченность? Рэд Кей. Я думаю, что это такое? Здесь пишут, что если хочешь по максимуму мочи машины, то нужно включить кнопочку паника. Через небольшую пробочку, которую нам добавят 7 минут, 116 миль, через горы, через леса. И тут мы сейчас будем тренироваться. И потом, я надеюсь, что у нас останется силы, мы поедем в город Сан-Диего. А в Сан-Диего мы уже встретимся с моим другом из Казахстана, Сергеем, и организатором турнира Кернс Оупен, Русланом Керном. Кстати, да, здесь есть штраф за слишком громкий. Он равняется 150 долларам. Даже днем, не важно. Согласен на все 950 тысяч процентов, что такой штраф должен быть. Потому что порой нет у людей чувства меры. На большие V8 моторы вешают просто прямоток. Такой уродливый звук. Многие этим грешат. Фанаты C63. И заметил, что на некоторых BMW тоже любят подрешить таких. Ну и естественно, наши заботы. Чего говорить, сам такой будет. Едем в горах. Нужно быть как можно тише. Машина у нас громкая, с мощным выходом. А тут повсюду, кто не падает. Здесь стоят знаки. Иногда камни валяются на дорогу. Поэтому едем очень тихонечко. По пути на тренировку в горах невозможно себе отказать в удовольствии. И не сделать хотя бы один публик, чтобы покрышки остались целы на этом монстре. Я на номера обратил, внимание. Здрасте. Лена. Лена. Давай у тебя по плану тренировка. Четыре начнем. Четыре. Все. Время есть? Голодный, нет? Да, да. Ну, так. Нормально? Че, план какой? Да, вообще. Япония, да? Приехали тут быстро. Все ясно. Тренера дом. Он его построил, он его сделал. То есть он, как бы, хобби. Он профессионально сначала занимался боксом. Потом отошел полностью боксом. Потом сделал такой, ну, небольшой зал. Как оказалось, мы чуть ли не две с половиной тысячи сейчас над уровнем моря. Дышится чудесно. Сейчас будет тренировка. Смотри, у меня есть хорошие перчатки. Вот эти. Чего? Тебе зачем? Я буду ходить заниматься. Я же занималась пять раз целая. А подписать меня уже никогда не подпишут. Вот такие возьмем? Розовые? Да, есть красные. Чем тебе красные? Ты же девочка. Красные классные. Красные классные. Дай это подарок. Ты че какой-то подарок? Альфа громки подкрепил. Серьмой это такой? Ну, это только так. Сейчас я расскажу. Сзади меня зал, где тренируется очень много легендарных атлетов. Наш чемпион Мурат Гассиев, Геннадий Головкин. И тренировались и тренируются многие другие чемпионы. Мне удостоилась честь побывать в этом зале. Не только побывать. Меня тренировал сам Геннадий Головкин. Присматривал за нами его тренер. Тоже тренер чемпиона. Стоит сзади его Субербан. С номером KO Coach. Что значит тренер нокаутеров. И нокаутер-тренер. Честно, я как рыба себя чувствовал. В этом зале вообще абсолютно нечем дышать. Мы находимся в двух с половиной тысячах над уровнем моря. И там еще специально включена печка, чтобы было еще жарче. Сел встал, все. В пот и дышать. А мы там сейчас эти невероятные суперсеты. Я не знаю, килограмм на 10 сейчас наверно скинул. Нельзя было грязь лицом ударить. Ребят, всем большой привет от меня. Будьте здоровы, занимайтесь спортом. Буквально только попрощались с Геннадием Головкиным. На редкость просто. Очень приятный человек. Душевный сразу видно. Человека можно просто определить по глазам. Даже не надо там много слов. Просто смотришь в глаза и сразу все понятно. Большой души человек. Три часа погонял меня в своем зале. Вышел весь запыхавшийся. В зале нельзя было снимать. Такое правило. Извините, тут бокс. Очень высокий уровень. Высокий поход. Серьезные деньги. Есть промоутерские обязательства всякие. Ну, это же не главное. Главное, что теперь здесь, что здесь. Сейчас это самый турнир, что самый большой призовым получатель в мире по пау-рису. Да, я больше не видел. И не было, в принципе, вообще никогда. И никогда не было. Насколько я знаю, самый большой был Китаны. Либо призовой фонд. Есть, в общем, омонь около 50. Не знаю, это прикольно. Ну что? Оп. Это вы нацепите? Оп. Это. Белки такие здоровые. У нас белки вот. Тут такие чудовищи беды. А ты еще скунсов не видишь? Они здесь убывают. Выходим вечером, вот отсюда. Уже темно было. Скунс пробежал. Сидим с Софией разговариваем. Сильный запах. Ну, по мне показалось порох. Ну, и только ядовитый и неприятный. А вот что такое стрелял? Или что? Вот прям ядовитый, серов такой, сероводородный. А она говорит, фу, фу. Точно, оказывается, он выбежал туда и его сбила машина. Вон, газанул. Короче, вонь стояла здесь. Не, ну, кстати, да, животное здесь реально охраняют. Ну, например, у нас дома было два случая. Один раз мне я заползла, пришлось вызывать службу. То есть там нельзя было замочить, просто взять там чем-либо. Ну, как, конечно, можно, но это как бы неправильно. А второй раз нам забежал этот ворный лев. Я забыл, как он называется по-русски. Ну, это, в общем, типа пума или что-то такое. И по рыси, да? Рысь или пума. Да, и как ошенка эта большая. Ну, такая большая, то есть тоже как бы там замочить нельзя. Надо вызывать службу. То есть человек пришел на твою частную территорию, ты его стреляешь, он узлит у тебя, ты вообще, тебя никто не трогает. Потому что это частная территория. Ну, при определенных условиях. На самом деле закон немножко не такой. То есть, конечно, если ты просто возьмешь тех, кто-то зашел, ты замочил, конечно, будет разбирательство. Но если это... Была угроза? Была угроза, там еще какие-то, там, не знаю, в темноте ночью, ну да, то... Но жрот не так нельзя ничего. Да, если реально будет, конечно, там это без вопросов. Ну, вот просто так, там зашла лист. Ну, если там не рядом, ну, заведи детей в дом, позвони в службу. Они приедут через 10 минут. Каюты маленьких собак, которые уходят со двора. Поэтому за собаками следят. Питаются ими. Да, питаются ими. То есть, приходят. Это прям все, кто Бэк-Ярд строит, они обязательно огораздоваться, не проникли. Не, на этот момент мне понравился. Если змея заползла в дом, ее нельзя трогать. Если вы убьете змею, которая заползла в дом, то ваша теща напишет заявление. Шутеечка застал. Что ты лыбишься? Ты знаешь, Кирилл, я тоже так смеялся, пока не ладну такую интересную вещь. Здесь же крыс, ну, как в любом городе. А кто крыс ест? Крысы едят змеи. Поэтому я тебе скажу, я лучше буду иметь змею у себя на участке. Я, кстати, имею несколько. А зачем я буду иметь крыс? У меня просто так было. В свое время, когда я приехал, я тоже такой был наеный. Иди, змеюга моя, я тебя обниму. Ты заметил, у человека две змеи на участке. У нас очень крутой бизнес в Майами вытаскивать крокодилов из бассейна. Они, когда жарко, они заползают. В бассейне? Да, в бассейне. И вызывают службу. Да, ну, надо вызывать службу. Ну, а его убить-то, во-первых, его убить тяжело. Так что ты можешь с этой тушью потом делать? Он весит. Ну, да, и даже вытащишь. А, и чего? Мусор на вакуум будешь складывать. Мы когда были на соревнованиях, в 4-м назад, поставим по телевизору, каждый день почти, вот по новостям смотришь, опять кого-то из дома вытаскивают крокодилы постоянно. Ребят, сейчас давление поднимется. Вызовут скорую. Если ты вызовешь скорую, то тебе никто ничего не сделает. Тебя отвезут только в больницу. Ты будешь умирать, если ты ничего не сделаешь. Пока они не сделают соответствующие все анализы. Максимум, что они сделают, это будут делать искусственные детали. Пока ты уже умрешь. Да. Ну, и самое главное, за вызов скорой помощи, я так понял, около полторы-две тысячи. Только за вызов. Я думаю, на угли быстрее будет дешево. Просто попка покрой. Тебя на самом деле спасет, потому что платятся деньги за реанимацию реаниматолога, в том числе эта скорая, на высоком уровне. То есть, на самом деле, ты будешь умирать, конечно, тебя довезут. Ну, нет, они тебя вытащат с того света и довезут в госпиталь. А потом спросят, а у тебя деньги вообще есть, старик? Нет, по закону не имеют права. Специально закон принят, чтобы не было дискриминации. То есть, должны лечение оказывать всем. Естественно, будут спрашивать про страховку, про все, но они не имеют права отказать и должны проводить линокрис лечения без страховки. Вопрос то, что это будет очень дорого, это да. У меня есть коллега на работе, у нее папа, в 70 лет, там плохо попал в больницу, без страховки. Его вылечили все, он сколько, почти неделю, чуть меньше недели провел в госпитале, то есть, его депрали, все прекрасно. Ну, вот лечение пошлось чуть-чуть больше 70 тысяч долларов. За неделю 70 тысяч долларов. Так что я по скорую еще не сильно, знаешь, шокирую, продвинуться. Такой стимул не болеть. Знаешь, такой, идешь такой по улице, приступ, потом такой вспомнил, показал это. Выдохнул и приступ. А ты думаешь, почему здесь о здоровье все так заботятся? Да. Это есть объективная причина. Зайти в любой зал сетевой, запах нафталина стоит, столько пожилых людей. Я говорю, о, нафталинщики пришли, пожилых очень много занимается, действительно, все вкладываются на здоровье. Насколько дорогая страховка? 150 до 50, 150 это как бы нижний уровень, а где-то 500 это в месяц, это очень крутая страховка. Если у тебя есть страховка за 500 долларов, с тобой что-то случается, сейчас все будет нормально. Принципиально, да. То есть страховка все покрывает? Она не все покрывает, конечно. Он продорвуешься. Да, ну, например, там, онкологию очень мало стран. Ну, какую-то часть покроет, да? Ну, большую. Вот почему, опять же, рак и такая страшная болезнь, не только по, понятно, и медицинским показаниям, но потому что страховки он не покрывает. И реально здесь люди откладывают, у них есть специальные сберегательные счета на случай болезни, именно на рак. Потому что, если это, не дай бог, то это можно все деньги отдать, просто все там продать, чтобы вылечиться. Если убрать онкологию, то, в принципе, за 500 долларов страховка, ну, более-менее все покроет. Вывод. Либо не болей, либо много зарабатывать. Либо и не болей, и много зарабатывать. Это на свете все будет. А сколько здесь? Можно сказать, зажрались или нет? Я сейчас покажу нечто. Я первый раз такое в жизни вижу. Золото под ногами. Я не знаю, будет видно или нет. Прям золото под ногами. Видно? Как перенапрится золото. Вот так весь пляж просто усыпан. Субтитры сделал DimaTorzok .